Эх, какое небо, и не скажешь доброе утро. Печалька. Встала утром и поняла, что ногти как-то скучные без дизайна. Хочу что-то добавить, а что именно, не знаю. Наверное, стразы и какую-то наклеечку, потому что дизайны рисовать я, к сожалению, не умею. Сейчас что-то придумаем. Так, что у нас по наклейкам? А по наклейкам у нас не густо. Это переводные. Вы берете, вырезаете, окунаете в воду, а затем уже на ногти. Очень удобно просто. Вау, и держится на смерть. Еще у меня есть вот такие карточки. Таких у меня было штук 50, но сейчас осталось буквально где-то 10. Я занималась ногтями, и эти у меня уходили просто на ура. Но мне не хочется цветы, мне хочется какие-то фрукты, но таких у меня нет. Надо бы заказать. Готово. Как вам, ребята? Пишите в комментариях. Мне кажется, теперь маникюрчик более завершенный. Такая вот здесь девочка, здесь стразы. Просто вау по мне. Доброе утро, мои пупсики. Поставила будильник на 7, и как вы думаете, я встала в 7? Нет, конечно. Выключила будильник, опять легла спать. И это я уже делаю, наверное, неделю. Надо приучить себя вставать рано. А как это сделать, я не знаю. Даже сейчас усыпаю. Я решила сегодня кушать грузинские финкали. Я думала, что они у нас уже закончились, но оказалось, что нет. В прошлый раз, когда Фатя к нам приходила, я думала, я сварила всё, что есть. Оказывается, в морозилке, в заднем отделении, в потайном отделении есть ещё. Сейчас буду кушать и снимать для вас мук-фанк. Кто молодец? Айка молодец. Кто молодец? Айка молодец. Сегодня будет очень много мук-фанков. А начнём мы с грузинских финкали. Это будет мой завтрак. Как вам, мои косички? Я посмотрела видео одного блогера. Она снимала туториал. Я подумала, вот, посмотрю видео, точно у меня получатся такие же косы, как у неё. Ну, как вы видите, нифига подобно. У меня здесь какие-то залысины. Видно, что работал непрофессионал. Позвонила в банк, уточнила, пришла ли моя зарплата. И, если честно, меня немножко, как сказать, удивляет тот момент, что раньше я всегда выбирала русский язык. А теперь я выбираю азербайджанский, и мне удобнее говорить с оператором даже на азербайджанском языке, нежели на русском. Очень странно. И спасибо за это моей работе, потому что на работе я постоянно общаюсь на азербайджанском, и все эти термины как-то высказаться мне даже проще стало на азербайджанском, нежели чем на русском. Тут бабушка уже приготовила два пакета с мусором. Если я выхожу на улицу, сразу бабушка подбегает к двери. Мусор, мусор, не забудь мусор. Вот, используем пакеты для мусора. Эти пакеты из магазина. Так что экология и все дела. Представьте такую ситуацию. Я выхожу из дома, и бабушка прям подбегает, как, не знаю, там, спортсмен. И такая, айка, мусор. Я говорю, ты же вроде не могла ходить. Как ты так быстро бегаешь, когда тебе что-то надо? Мошенник. Итак, самый сложный выбор. Что же одеть? Вот такой вот комбинезончик, который недавно купила. Мне кажется, с этими косичками смотрится как-то глупо. Хотя очень элегантно. Это с каблуками или с чем-то более романтическим надо. Да и на улице я бы не сказала, что такая жара, холодно на улице. А вот так вот мне нравится намного больше. Хотя в ТикТоке видео типа скини это не модно, уже пора носить свободные брюки. Но мне нравится. Если мне нравится, почему бы нет? Модно, не модно, пофиг. Нравится скини носите. Короче, у нас с Фати есть такая идея, которую вы увидите в моем инстаграме. Если вы смотрите мои влоги, то я покупала вот такое вот платье вместе с Фати. Это платье до пола. И ни разу не носила его, потому что оно мне длинное. Я сейчас отвезу к швее, чтобы она подрезала. Уже вроде конец лета. Но я хочу снять очень крутой ролик, который вы увидите у меня в инстаграме в ближайшую неделю. Это будет просто бомба. Видео подружек. Ну, по крайней мере, я так думаю, что получится. Не факт, что получится так, как я хочу. Вот эту юбку, которую я купила буквально за 7 монат. Шопинг-влоги вы видели. Немножко в талии. Она мне большая. Я хочу немного ушить. Посмотрим, по чему мне скажут. Если скажут слишком дорого, то я, наверное, кому-то подарю. И вот эти вот брюки. Тоже длинные. Хочу подрезать, потому что кавалуки ношу очень редко. В общем, это все я беру с собой. И по дороге отдам швей, если найду открытые места. Так, я уже на улице. Отдала сначала одной швее. Она мне, если честно, дороговато сказала. Я знаю еще пару швей. Надо к ним тоже сходить. И вообще, знаете, сложно отдавать какую-то вещь. Не знаю, насколько хорошо работает швея. И вообще, занималась ли она этим ранее. В первое место, куда я ходила. Она прям недавно открылась. Прям, можно сказать, недели две. Поэтому я, если честно, немножко рискую ей отдавать. А здесь есть... Господи, как жарко. А здесь есть место, которое работает уже, наверное, лет 5-7. У них там несколько специалистов. Если даже они скажут дороже, я лучше им отдам. Чем мне потом испортят. Или что-то мне не понравится. Был еще такой варик. Отдать одну вещь. Посмотреть, как она сделает. А потом уже все остальные. Вот, мне охота водиться туда-сюда ходить. Время для меня сейчас самый дорогой ресурс. Все, я отдала швее все свои вещи. Вроде бы дороже получилось. Но чувствуется, что она профессионал. И она уже очень давно там работает. До этого им мы давали уже свои вещи. И в хорошем состоянии они их нам возвращали. Поэтому как-то я не боюсь. Вот, сейчас направляюсь в Ванг за своими делами. А потом в магаз, чтобы все купить для видео 150 тысяч подписчиков. Зеркало, как я хотела. С сенсором включается. И здесь цвет, чтобы делать макияж. Есть такой и вот такой. 13 монат стоит. Есть еще вот такой вот. Черного цвета. 24 моната стоят они. Очень круто для макияжа. Я уже в банке. Сижу, жду в очереди. Вроде очередь небольшая. Надеюсь, что быстренько летят мою проблему. И я пойду домой. Со мной только один человек. Пришла домой, переоделась. Отдала швеи вещи. За все при все она у меня взяла получается 460 рублей. 12 монат. Ну, мне кажется, хорошо, учитывая тот момент, что она с опытом работы. И тем более мы немножко переделываем юбку мою джинсовую. К сожалению, в этом влоге не смогу вам показать. Наверное, покажу в инстаграме то, что у меня получилось. То есть юбку вообще переделываем. Этот замок переместится немножко влево. Вроде как она такая, знаете, уверенная в себе. Предложила поменять замок. Замок я не меняла. Просто немножко место расположения замка будет изменено. А сейчас я выпрямляю волосы. Сделала вот такую вот прическу. Лак у меня здесь. Перхоть у меня здесь. Я когда не делаю маски. У меня есть специальная маска от перхоти. Когда я ее делаю раз в неделю, у меня перхоти вообще нет. Но я последние 10 дней где-то забываю ее сделать. Сегодня вечером точно сделаю. Вот мне уже пишут в комментариях. У меня не особо много перхоти, но бывают вот такие вот кусочки как будто кожи. То есть у меня не мелкая перхоть, а она крупная такая. Если я не увлажняю кожу головы. Айка Золушка. Айка Умница. Посмотрите, какая чистота. Я все здесь помыла, разложила по местам. На этих полках уже ничего нет. Помыла ванну. Да я умница. Я сначала хотела вам показать результат до и после. Но потом подумала, что как-то стыдно показывать до. Настолько было грязно. У хозяюшки дома уже чисто убрано. Поэтому давайте я займусь теперь собой. Пенсионерка займется собой. Уж у меня есть такая глина. Она потрясающе просто очищает кожу лица. Очень часто ее делаю. И сейчас тоже это от Фитокосметикс. Продается в апсеках. Стоит не дорого, но очень полезная штука. Бау! Не твоя. Вот и бесишься. Это обычная глина, которую я распавила с водой. Покупала в аптеке. Стоит 3 копейки. Но результат мне очень нравится. Кожа становится такая мягкая, бархатистая. Ну прям вау! Я жду, пока она высохнет и станет вот такого цвета. Как только везде она будет такого цвета, я просто иду и смываю. Ну где-то минут 15 она у меня находится на лице. Делаю где-то раз в две недели, когда делаю как раз-таки маску для волос. Сейчас буду делать и маску для волос, и купаться, и все дела. Ну купаться, конечно, я показывать не буду, хотя, может быть, в дальнейшем мы выйдем на другой уровень. Шучу, конечно. В общем, я с вами хотела посоветоваться на тему того, что стоит ли это видео выкладывать завтра. Например, я могу снять и завтрашний день, и выложить, например, видео где-то минут 25-30. Вот. И я даже не знаю, что делать. Могу выложить завтра, могу подождать и снять и завтрашний день, и выложить послезавтра. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам будет интереснее каждый день получать какой-то контент. Или же, например, получать раз в три дня, в четыре дня, но видео где-то длиной в 30-40 минут. Хотя сегодня я могла бы заснять вам и побольше. Просто я сегодня снимала видео 150 тысяч подписчиков, снимала ТикТок, снимала в Инстаграм, поэтому как-то так получилось. Я вас всех очень сильно люблю. Я пойду купаться, кушать йогурт. Я проголодалась. Всех люблю, целую. Обязательно пишите свое мнение по поводу того, стоит ли каждый день выкладывать или длинные ролики через 3-4 дня.